Слово для всех нас И жена его из рода Ааронова, имя Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господня беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. А все множество народа молилось вне, во время каждения. Тогда явился ему Ангел Господень. Я верю, что Бог хочет нам что-то сказать через этот текст. В начале Евангелия от Луки мы узнаем про благочестивую и добрую пару, Захарию и Елисавету. Они были в преклонном возрасте. В книге чисел написано, что священник на служении не должен быть старше 50 лет. Но хоть Захария был в преклонном возрасте, и у них не было детей, ничего не помешало ему верно служить Богу. Они верно служили Господу, и Библия указывает, что они были добросовестны в своем служении, с почтением и любовью к Господу и страхом Божьим. Захария почитал Слово Божие. Меня тронуло в этом тексте то, что, несмотря на то, что на их молитвы о детях не было ответа, они продолжали служить и оставались верными. Они защищали свое сердце и свои отношения с Богом. Они оставались в близком общении с Господом, потому что они отказались от горечи, бесконечных вопросов и бунта. Я призываю вас, не загружайте себя, не погружайтесь в бесконечные вопросы, когда вы не видите ответов. Вернемся к Елисавете. Говорят, что она была прямым потомком Аарона, первосвященника. Можно подумать, что благодаря такому статусу и необычайному наследию она должна была быть благословленной во всех сферах ее жизни. Но это было не так. У нее не было детей, она была бесплодная. Но Бог еще не сказал своего, последнего слова. Давайте посмотрим на четыре этапа. Четыре слова вдохновения, которые на своем опыте пережили Захария и Елисавета. Но прежде всего Захария. Первое слово я назвал «удивление», потому что так говорит Библия, и это также название сегодняшнего послания. «Ваша очередь придет по счастливому стечению обстоятельств, по случаю». Но я написал бы это слово за главной буквы, потому что любой случай направляется самим Богом. Поэтому по жребию выпало ему войти в Храм Господень для кождения именно в нужный момент. Это было особенное время, потому что такой шанс очень редко выпадает в жизни священника. Обычно он служит во внешнем дворе, где всегда много людей и много дел. А в этот раз он возносил благовоние во святом святых. Библия говорит кое-что интересное. «Главная часть служения священников была в том, чтобы совершать курение, служить и благословлять людей». Об этом написано в первой книге про Липоменон, 23 главе. И вот Захария оказался в самом центре своего служения и призвания. Он молился, весь народ молился с ним. Вы даже не представляете себе, какая сила заключена в общей молитве, когда народ Божий молится вместе. Народ молился с Захарией. Он на своем месте возносит курение. И тут что-то произошло. И вы знаете, что-то происходит, когда вы молитесь от сердца, когда находитесь в воле Божией, и когда люди молятся вместе с вами. Что-то произойдет, небеса откроются. И в этой истории вдруг рядом с Захарией появился ангел Господень. Дальше удивление только усилилось. Ангел принес ему ответ от Бога. Бог ответил на молитвы этой пары, Захарии и Елисаветы. Они смогут наконец-то иметь детей. Они хотели принести много плода. Бог сказал, ваша молитва услышана, у вас будет ребенок, вы принесете плод. Если ваше желание и молитва приносить плоды, то Бог вас услышит. Слово Божие говорит нам, что его желание в том, чтобы мы приносили плод, много плода, чтобы Бог был прославлен. И третье слово ободрения говорит вам, что вы будете обновлены, когда вы служите Господу. Бог благ, несмотря на их преклонный возраст, Господь не стал искать других людей, которые бы справились с этим лучшим. Он обновил эту пожилую супружескую пару. Он обновил их, чтобы использовать их. Бог никогда не забывает про свои дары и призвания. Последнее слово, особенно важно. Захария не мог поверить словам необыкновенного пророчества ангела о том, что у них будет сын, будущий Иоанн Креститель. Он подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть с правдой. Бог не осудил его за его неверие, но отправил его в свою школу жизни. Бог не осуждает, а учит. Он берет нас в свою школу жизни, чтобы обновить и освежить нас, но также, чтобы нам быть обрезанными и углубиться в нашей вере. Тогда наступило нужное время в жизни Захарии. Девять месяцев до рождения сына он будет молчать. Для него это будет время размышлений и подготовки, время восстановления того, что нужно восстановиться. Он переориентирует свое служение и будет активен в пророчестве. После девяти месяцев молчания, через несколько мгновений, после рождения сына, он открыл рот, преисполнился хвалой и начал пророчествовать. Бог обновил его в своей школе дисциплины и переосмысления веры. Захария говорил, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам и дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Заканчивая это послание, я хочу вас ободрить. Бог слышит ваши и общие молитвы. Он желает удивить вас. «Придет ваша очередь». Это наша сегодняшняя тема. Ваш черед придет момент, выбранный Богом. Будьте терпеливы, служите верно, уважайте таинство и Слово Божие. Будьте послушны воле Божией, и Господь никогда вас не забудет. Он вмешается в ситуацию на вашей стороне. Благословений вам и спасибо, что вы с нами. Продолжайте читать эту чудесную историю в Евангелии от Луки, первой главе. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова